Крыши текут, ветхое жилье разваливается, кирпичи выпадают из стен. Ответственные лица исполнять свои обязанности не торопятся, на жалобы жильцов не реагируют. Смотрим, на что коммунальщики закрыли глаза в этот раз. Жители этой пятиэтажки боятся ходить около своего дома, кирпичи которого сыпятся на их глазах и ежедневно угрожают жизни. Пока не упадет на человека, а уже огораживали, когда лепили там заплатки, поднимите голову, посмотрите, что валятся они, так мы старались обходить подальше. Регулярные потопы для жильцов этого дома превратились в катастрофу. Жить в постоянной сырости по соседству с плесенью стало невыносимо. Вот мы поднялись, ну вот они на две недели они там что-то подделали. Через две недели снова поднялись. Сантехника никудышня. Жильцы многоэтажки на проспекте Комсомольском 87 бьют тревогу из-за состояния своего дома. Второй год фасад здания рушится, а кирпичи и стен падают практически на головы прохожих. Между тем на первом этаже дома расположены несколько магазинов. У нас с крыши летят, вон какие кирпичи. Все, даже сами посмотрите, там сколько вылетело, все осыпается. И ничего не делают. И крыша капает. С крыши капает тоже, поэтому кирпич валится. Кирпич из стен пятиэтажки 60-х годов постройки осыпается с прошлого года, подчеркивают жители дома. Причем это имеет локальный характер. То есть там посмотреть балкон, справа от балкона у третьего этажа, там прям будет видно пятно, что оно страдает. Но основное место движения пешеходов это, соответственно, проспект Комсомольский. И там гораздо может все окончиться плачевнее. То есть есть места, где кирпичи менялись. Когда менялись, кем менялись, мне неизвестно. Но вот такая беда у нас существует. Пока таких инцидентов, как встреча кирпича с головой прохожего, не случалось. Однако люди продолжают бояться, ведь всю территорию первого этажа занимают магазины. И вот как раз, если обратите внимание, как раз именно куда вот заходить, крыльцо, у нас все обычно сыпется. Особенно, когда начинают снег скидывать с крыши, вместе с кирпичами все это сыпется. У нас люди входят-выходят, если вдруг что-то случится и упадет на кого-то. И самим точно так же страшно выходить и заходить, кирпичи падают. Оглядываетесь наверх? Оглядываемся, да. Дом обслуживает управляющая компания «Смарт». В целом на организацию особых нареканий нет, говорят жители дома. Однако в некоторых местах протекает крыша, и фасад дома с торца здания начал осыпаться. Вот все валится. Вот оно. Уже сколько мы говорим, надо делать-делать, а то зима скоро настанет. Это же все надо убирать. Вон кирпич, вы уже видите, как сыпется. Ну вот как? Как же с ними? Каждый день Лена Леонидовна звонит, когда придете замазывать, когда придете замазывать. По сей день ничего. А что отвечают? Приду, приду, приду. Вот и все. Мы звонили в управляющую компанию. Секретарь отвечала, что руководителя сейчас нет на рабочем месте. Мы направили организации официальный запрос. А жильцам и прохожим остается лишь посоветовать чаще смотреть наверх. Жильцы этого дома уже устали бороться с постоянной сыростью и плесенью. Не успевают они сделать ремонт, как очередные потопы заливают помещение общего пользования, как живут на 80-й гвардейской дивизии 68. Постоянно нас топит. То есть с квартиры, с третьего этажа у нас льется вода. Это мы вам все сейчас покажем, вы посмотрите. И это ладно бы, знаете, ну хотя бы раз в полгода. Это ежемесячно. Три недели не пройдет. Смотрим, у нас опять уже потоп. И это не просто водичка течет. Это прямо потоп. Стена, она не высыхает вообще. В секции этажом выше либо никто не проживает, либо проживают квартиранты, говорят люди. Найти и устранить причину прорыва проблематично. Тем временем вода добралась уже до первого этажа. Она была мокрая вся у стена. Она разрушена. То есть отваливается. Хотя, надо сказать, что тут более-менее был ремонт. Здесь было, где была собственница сама ремонта. Жители этой секции тоже захотели более приличных условий для жизни. Мы делали попытку собственными силами сделать ремонт в кухне. И как мы его начали? Зашили стены гипсокартоном и хотели привести места общего пользования в порядок. Но мы не успели сделать, как у нас отвалился весь потолок. Гипсокартон размок, на нем появилась плесень, жалуются люди. Мы обращаемся к воде тазиков. И когда тежут, мы это все расставляем. Да, вот так справляемся. Тазики у нас здесь. Обращений, сколько было неоднократно, соответственно, обращались мы в управляющую компанию. Не реагируют, отвечают не весь как. То есть, ну, в общем, мы полагаем, что мы просто никому не нужны, понимаете? Наступило больше месяца, наверное, месяца полтора. Вот то он звонит, то я звоню, то Лариса звонит. То есть мы все по очереди звоним. Последний раз я позвонила, говорит, а как у вас заявки нет? Я говорю, да в смысле, нас в месяц уже топит. Да, а, по 80-68. Понимаете, они даже, они либо это не фиксируют, то есть им это просто не надо. Они ничего не говорят. Вот потом уже он дозванивается в сантехнику, он ему говорит, рубль это будет стоить, ну, то есть тысяча рублей, да? Пятиэтажку обслуживает управляющая компания «Наследие». Есть и другие претензии к управляйке. Ремонт отсутствует, подъезды не убирают и в них нет отопления. Придомовая территория в плачевном состоянии, а у мусорных контейнеров постоянная свалка. Я понимаю, что может быть дом у нас и проблемный. Здесь преимущественно проживают квартиранты, которым, ну, все равно. Но есть такие люди, которые я, вот, например, вот собственник тоже стоит, ну, от Лариса была, она тоже бьется, как бы это. Ну, как будем говорить, нормальный, которым хочется жить в нормальных условиях и так далее. Там огромный долг на доме, копился уже больше двух миллионов. Послужил, все должники прослужены. Пока судебный приставок поступление очень маленькое. Чеклу мы вставили, крышку подремонтировали. Летом. Поэтому, ну, в ремонте, по мере поступления средств, мы не сделаем. На этом все. Напоминаю, если у вас есть коммунальная проблема, звоните в редакцию телеканала Толк, пишите нам в социальных сетях или оставляйте заявку на сайте. Это был Коммунальный патруль. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова